Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля, я подошла к своим томатам, которые я высадила в открытый грунт самыми первыми до наступления холодов. И которые, помните, я потом показывала, что я их подкармливала, что они плохо пережили холода. Но сейчас они все оправились, и я пришла второй раз их посанковать. И сейчас я расскажу всем, кто очень часто присылает мне вопросы, как удалять нижние листья, что удалять, что оставлять. И расскажу более подробно, потому что некоторые начинающие думают, что когда я рассказываю для теплицы вот эту методику удаления листьев, то это касается только теплицы, а для открытого грунта что-то другое. Ну, тем, у кого нет времени смотреть все видео, могу сразу сказать, что удаляем по тому же принципу, как и в теплице. Удаляем нижние листья, которые касаются земли, удаляем старые листья, удаляем листья до первой кисти, если она сформировалась. И сейчас расскажу о том, зачем вообще удалять, и всем ли нужно удалять эти листья. Вот некоторые спрашивают, вот приходит такой вопрос, сколько листьев нужно удалять на томатах в открытом грунте? Сразу скажу, что это вопрос некорректный, потому что его вообще невозможно понять. Сколько листьев удалять у какого сорта? У индотерминатных, или у детерминатных, или у непосынкующихся. И вообще, я вам вот сейчас расскажу, что для каждой ситуации, для каждого сорта, даже удаление листьев и пасынков, это дело индивидуальное, у всех разное. Вот у меня вот этот сорт, например, русские колокола, я про него уже рассказывала, он оранжевый, в теплице поспел одним из первых. У меня он есть и в открытом грунте. Вот у него, у этого, я и удаляю меньше пасынков, потому что они мелкоплодные. Я удаляю нижние листы, но пасынки оставляю. Это вот на вопрос, что нужно удалять, а что оставлять, сколько листьев, сколько пасынков. А вот это у меня любимый праздник. И ясно, что я все лишние пасынки, вот смотрите, вот этот пасынок, он уже даже у меня хочет зацвести. Я его тоже буду удалять. Я начинаю удалять листья уже при посадке, при высадке в открытый грунт. Вот здесь вот, видите, удалено. Были общипнуты 2-3 листа перед самой посадкой. Вот самые-самые первые черешки, вот эти вот остались от них. И были удалены пасынки, вот, ну в первых 3 или 4 пазухах, которые были изначально, вот первый раз я удаляла. Но, как вы видите, идет уже вторичное образование пасынков. Там, где я удаляла, вот почти везде появляются пасынки. А вон, видите, какие большие. Поэтому я, когда второй раз подхожу, я низ тоже еще раз удаляю. Потом, когда образуется вот эта вот кисть первая, наливается, до этой кисти я удаляю все. И пасынки, даже если они такие жизнеспособные и такие привлекательные для нас, казалось бы, вот сейчас зацветет и будет зависть. Но, раз это сорт крупноплодный, никаких лишних пасынков я не оставляю. Я вот сразу оставила 2 ствола. Вот они, 2 основных ствола. Вот, видите, вот и вот. Вот, все, я их и держусь. Только эти 2 ствола и только кисти, которые на них. А которые вот эти вот вырастают, они и есть пасынки. Они не родные, они не нужны. Вот смотрите, вот светет пасынок. Вот за то время, пока я не подходила, пасынки уже выросли и зацвели. И поэтому, вот пасынок, видите, какой. Живучная такая, как плодовитая. Это любимый праздник. И я снова, опять, удаляю все до первой кисти, которые уже полностью сформировались, плоды, которые крупные. И листья, и пасынки, которые вновь выращенные. Пасынки вторичные все, прикорневые. Я все удаляю. Потом, вот у нее, вот видите, уже кисть еще формируется. Если еще не полностью налито, я оставляю листья. Ну вот многие спрашивают, а если я удалила, но кисть еще не полностью налито, ну пусть вот так вот в полразмера. Но если удалили, ничего страшного, она все равно у вас созреет. Может быть, единственное, что чуть-чуть там на день, на два будет позже. Но лучше всего, если кисть еще не налито, то до нее не нужно полностью удалять. Удалите нижние, которые вот совсем уже не нужны. Вот смотрите, видите, вот эти вот старые какие-то, корявые. Я их, конечно, удалю, но до вот этих вот, до всех томатов, до самой кисти удалять не буду. Еще один нюанс, на который немногие обращают внимание. Вот кто-то пишет, что зачем вы говорите, что надо удалять, это не обязательно. И я сейчас скажу тем начинающим и вообще всем, кто интересуется. Да, удаление листьев это не обязательная процедура. Я сейчас расскажу, почему я удаляю, удаляю всегда, почему в нашем регионе, я живу в Сибирском регионе, Алтайский край. У нас очень короткое лето, и сейчас у нас, например, вот июль еще может быть более-менее теплый. В августе уже начинается сырость дожди. И если мы не будем удалять вот эти нижние листья, если мы не будем оголять вот эти стволы, то вот эти листья, старые, нижние, особенно которые соприкасаются с землей, это открытая дверь для инфекции, то есть для фитофторы. И уже как все подметили, что если не удалять вот эти листья, то раньше начинается фитофтора, дождь, идет дождь, брызжет вот на эти листья, это вся мокрота, все с земли сюда достает, ну как брызнуло и сюда, брызнуло и сюда. И если в земле началась уже грибковая инфекция, она обязательно заскочит на лист. Но это я попросту, для тех, чтобы кто понял, вот кто начинающий, кто вообще не понимает смысла удаления нижних листьев, зачем их удалять, кому они мешают. Это я говорю про свой регион. И так делают большинство огородников, у кого холодные регионы, у кого короткое лето, у кого дождливая сырая погода, прохладная. Нижние листья до первой кисти почти все удаляют только вот из-за этого, вынужденно. Для проветривания посадок, для предотвращения фитофтуры. Но некоторые южане пишут, что они этого вообще не делают, у них и так все прекрасно растет. Так, конечно, это две больших разницы. Поэтому, когда вы задаете вопрос, сколько листьев удалять, не указывая ни сорта, ни своего региона, ответ никак вы не получите, потому что, как вы поняли из всего вышесказанного, все зависит от региона, где растет, от условий выращивания, от погоды от вашей, от сорта томатов. Возможно, кто-то и не удаляет, если ему позволяют его условия. Все, вот сейчас я буду удалять. Я вот сейчас хотела вам показать, но рука занята. Безжалостно удаляю вот эти все пасынки. Смотрите, вот есть совсем маленькие вылезли. Есть вообще вот такие огромные, которые цветут. Я их все удаляю. И это удаление позволит мне обеспечить... Вот так, ага. Обеспечить моим томатам хорошее проветривание. И даже в случае... Сейчас, подождите минутку, я все обрежу, покажу вам. Даже в случае с сырой погодой или с дождем. Я сейчас все-все вот это удалю, все зачищу, уберу. И у нас останется вот луночка и голый стволик до первой кисти. Этим я обеспечиваю проветривание. Представьте, если я сейчас все их вот так прорежу, будет хорошее проветривание. И даже если будет сырая погода, такой дождь, слякоть, дождь вот сюда падая, он никак не достанет наши томаты. И останется все в земле. Если даже в земле что-то образуется от сырости, там какие-то грибковые. Потому что запомните, грибки фитофторы, они есть в любом грунте. Но они в спящем состоянии и в жаркую сухую погоду. Они не жизнеспособны. Но как только начнется дождливая сырая погода, они обязательно проснутся, они обязательно активируются. И если листья будут касаться земли или будут низко от земли, они обязательно заскочат на ваши томаты. Все. Кто-то не любит, кому-то не нравится, что я сто раз повторяю одно и то же. Но вы поймите, я всем уже многим объясняла, что у всех разная степень знания вот этого вот. Для кого-то удаление листьев, это ну как утром зубы почистить. Они все знают, об этом даже не стоит им говорить. А для кого-то это вот вообще лес густой. Они даже не понимают, зачем мы это делаем и сколько надо делать. И может быть думают, что есть какие-то правила одни для всех. Правил нет. Каждый применяет, вырабатывает свою технологию ухода за томатами. И в заключение хочу вас развеселить. Одна женщина написала, что вижу на видео у вас руки такие страшные, грязные, неухоженные. А когда вы отвечали на вопросы, у вас, ну как, не то, что неухоженные, а грязные и страшные. А когда вы отвечали на вопросы, у вас видео ухоженные. Где на самом деле вы, там или там? Я так смеялась. Я написала ответ, что да, в огороде мы, конечно, все грязные, но мы вечером, я же прихожу, я же мою, сделаю ванночки, ноги в таз, руки в чашечку с мылом, с содой, все это кремами, мазями отмачиваюсь. Да, в огороде мы грязные чудовища, а дома мы потом чистые красавицы. И там, и там я по голосу, вы разве не слышите, что голос один и тот же, несмотря на то, что вот здесь я такая страшненькая, грязненькая, дома-то я привожу себя в порядок. Да, огород это такое дело, но знаете, я вот с годами поняла, что я даже готова пожертвовать своим внешним видом, за то, сколько удовольствия приносит вот это занятие с растениями. Когда видишь, вот я сейчас вышла в открытый грунт, вы видели, они были такие маленькие, желтенькие, помните, прям такие желтые, такие листья у них были, я думала, что вообще то ли выживут, не выживут. Сейчас, когда я подошла, прям буквально дней через 10, смотрите, они как все ожили, они все позеленели. Вот они, эти посадки, которые я обрабатывала бурной кислотой, и тут рассказывала вам, тут мы еще спорили, что большая или небольшая дозировка. Ничего, никакие у меня завязи не сожглись, как многие говорят, что можно сжечь. Все-все помидорки завязались, видите, маленькие вот эти малыши, это уже после того они образовались. Тут столько маленьких вот этих пупырышек, и вообще такой у них прекрасный вид хороший. Я прям радуюсь, хожу. И ради этого я готова пожертвовать своими руками, красотой своих рук. Ну, до свидания. Все, с вами была Ольга Чернова. Это еще раз подробно о том, как удалять листья с томатов, сколько, когда и всем ли обязательно это делать. Все.